Иногда, когда ты делаешь, а вы, поверьте, ребят, сейчас это будет нарастать как ком, и рано или поздно вас вынесет на гребень, Сергей уже вынесло. Мне Макс говорит, желаю тебе миллион подписчиков, я говорю, Макс, ты что говорю, я буду делать, если понадобится, я вообще канал удалю, меня не за того воспринимают, я не собираюсь себя раскручивать, я сделал самое важное, и могу спокойненько себе это сидеть и рисовать компьютерную. Добрый вечер, с вами Вячеслав Котляров, здравствуйте, слушатели, зрители, рад вас всех видеть, слышать, великолепно. Кстати, у нас сейчас тематика, сейчас идет семья, род, сила рода. Вот это, извиняюсь, это самое основное, меня все время спрашивают толщину купола, а я говорю, самое главное это семья и род, да, я слушаю. У меня спрашивают, из чего радуга сделана, как правильно северное сияние отломить, а люди не понимают, что это в наших реалиях, это сейчас не принципиально, нужно думать о насущном. Он тебе встанет, Сашка, говорили. А вы слышали, Вячеслав Котляров сказал, что нет никаких Италий, Германии, не смотрели его последний ролик? Нет. Нет, можно, кстати, этот ролик. Я буду теперь в том же духе продолжать, просто я настолько поражаюсь, извиняюсь, что втручился в вашу теплую беседу, просто не могу не прокомментировать. В этом ролике я людям сообщаю, что стран мира не существует. Вот небольшой процент людей пишут мне сейчас в благодарности, спасибо, что глаза открыл. Вот, допустим, я вчера с хорошим человеком, с Жорой Бардом Сибирским общался. Когда я ему объяснил, что стран нет, он говорит, спасибо, что в такой простой форме смог объяснить. Реально же так получается. А в своем ролике, получается, я сказал, что стран мир не существует, но не объяснил, что я имею в виду. И поэтому люди сейчас настолько там пишут гневные комментарии, что все, все понятно, короче, этот человек вообще неадекват. Почему мы на земле находимся общей? Во, 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 я же чувствовал, что, я же чувствовал, что есть люди, которые понимают, что я имею в виду. Слава богам, слава предкам. Значит, я не оторвана от страны, от семьи, от родов. Ну, я же говорю, если два-три человека, вот я с самого ролика первого выходил, меня услышат и поймут, все, я уже, в принципе, свою миссию выполнил. В принципе, даже и не нужно это дальше. Ну, и сейчас выйдет. Достаточно одной таблетки. Мне это, как-то, хороший один добрый человек, Макс, так, от сердца по-доброму говорит, желаю, слава, чтобы у тебя там было миллион подписчиков, короче. Я говорю, что тебе, Макс, ты что, говорю, не бери такие слова, ты что, это, в голову. Потому что, как правило, когда человек становится вот такой влиятельный на аудиторию, рано или поздно с ним связываются определенные элементы. И предлагают две таблетки, красную и синюю. Поэтому, если сейчас вот там идет запись, там это вдруг, или я вот сейчас себе записываю, это выложу, нашу беседу, то я вот тем людям, как я их называю, злопыхателям, они, если питают иллюзией, что я хочу раскрутиться, то я, наоборот, всеми силами буду делать, наверное, больше вот таких роликов, стран не существует. Мудрые, умные люди меня поймут, что я имею в виду. Я вот приведу такой пример, как-то в тинейджерскую бытность мы пошли с другом, друг меня повел, он как машины любил, в кружок, в дворец пионеров записаться на этот, картинги. Ну, картинги это классно. Ну, выяснилось, что 1 сентября в этот кружок пришли где-то 80 ребят. А вот этот инструктор, да, руководитель, он честно сказал, вы знаете, ребят, вот каждый год происходит то же самое, одно и то же. Приходит 50-80 человек, я честно говорю, смотрите, вы будете ходить ко мне, я пока вами не буду заниматься, вы будете ходить ко мне месяц, два, три, иногда полгода. И вот когда через полгода, через 6 месяцев останется среди вас там 5, 3, 6 самых терпеливых, самых выносливых, вот только с теми я начну работать. Вот я ушел через неделю, мне стало лень уже ходить. Мой товарищ, он полгода продержался и плюнул. Но все-таки потом, все-таки там через 8 месяцев осталось 3 человека, которые сдюжили. К чему я это рассказываю? Я вот эти беседы, если я выложу, это я, мой канал, это то же самое. Я как вот этот инструктор. Останутся самые, как говорится, выносливые, а для них, естественно, потом начнется настоящая сборка, настоящего картинга. Приватная. Да, 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 да. Это набег всех у меня? Не смотрите пока, что, как себя слова будут дискредитировать на протяжении тех 8 месяцев. Золотые слова, да. Прощайте внимание. Не, ну насчет стран, кстати, вот мне приятно. Есть люди, которые все-таки поняли, что я имею в виду, поэтому... Дело в том, что я не буду себя дискредитировать в общепринятом понимании. Я буду продолжать озвучивать ту или иную информацию, которую я считаю абсолютно достоверной. А я так и считаю, что стран мира не существует. Это абсолютно достоверно. Единственное, вот я привожу в ролике, что вот Сергей Данилов, в отличие от меня, он в течение полтора часа, по-моему, разжевал зрителям, ну, слушателям, кто там у него в аудитории, что стран мира не существует. Там были, конечно, люди, которые не могли долго понять. А он говорил следующую фразу. Вы понимаете, что когда... Ну, это я говорю ячейка, а он, допустим, Земля говорил. Знаете, наша планета в оккупации. И когда мы говорим страны мира, мы попадаем на крючок темных. Автоматически. Как на разделение. Да. Потому что я бы добавил и сказал бы, что войны происходят между странами мира. А если стран мира не существует, то уже снижается планка войн. Как я всегда говорю, что они придумали одну страну, допустим, Америка, и придумали вторую страну, пускай она будет Асия, или Азия. И пошли к американцам, сказали, американцы, на вас азиаты нападут. И пошли к азиатам, сказали, на вас американцы нападут. А сами на холме сидят и курят, как говорится, бамбук. И смотрят, как американцы и азиаты друг друга уничтожают. Как раз я сегодня с ними когда разговаривал, как раз вот эти слова мне и подвергают. А они сидят на горе, они сидят, чай пьют и смеют. Весело хихикают, как я говорю. И потные свои ручонки потирают. Да, 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 они балдеют. Это наш бывший соотечественник, который волей судьбы сейчас находится на Туманном Альбионе. Я считаю, один из выдающихся, скажем так, живописцев, художников. Но у него там много, скажем, он рукодел, он, ну, скажем, руками все делал там в свое время. И вот он, как бы, его канал, есть определенная группа, конечно, знают. Там, ну, 500, 1000 просмотров, крайне редко, 2000. Зовут его Анатолий Анатольевич Шляхов. Канал его называется Ау-Ау. Сразу скажу, неподготовленные люди, когда начинают его слушать, они, наверное, сразу и выключают. И говорят, что за бред. У меня ушла где-то неделя, пока я не стал просто фанатом. Сейчас, получается, в силу того, что я стараюсь постоянно ролики делать, я сейчас забросил вообще на все, там, и на игры, и на изучение других лекций. Но, чтобы радость не была минутой, чтобы подчеркнуть, там, вдохновение, я продолжаю единственного лектора слушать. Это Анатолия Анатольевича Шляхова, вот. Он более-менее здоровый. Я больше скажу, это единственный лектор, который говорит все как есть. Я не могу себе позволить силу территориальных перипетий, где я нахожусь. Многие люди даже не понимают, что я и так слишком уже много сказал. Те, кто курируют нашу ячейку, они уже давно обратили внимание на то, что я крикнул про сотовую землю. И нервно наблюдают, что же он дальше ляпнет. А я вам скажу, что когда я сказал, что стран нету, это еще намного для них страшнее, что соты рядом с нами существуют. Потому что, когда людям дойдет до сознания, то, что я озвучил истинное положение вещей, что стран не существует, это начнется для них очень тяжелое это. А они не смогут делить эту большую проблему. Алмаз, можно, а то я сейчас тему очень важную, ты сейчас затронул тему с американцами, я сейчас просто потеряю. Мне Сережа Тарасов, он же Соло Гудман, подсказал снять отдельный ролик. Мы просто с ним задумали очередной ход конем, очередную перезагрузку, но только необычную. Вот, и мы как бы связались с переводчиками, короче, он говорит, ты сними ролик, найдутся какие-нибудь люди, помогут. Но это я, в принципе, как бы наговариваю, что может это в ролик пойдет. Цель такая, мы хотим, есть же фильм полтора часа перезагрузка, мы хотим сделать полноценный перевод на английский язык. И чтобы американская аудитория, и Сережа, скажи, ну, говорит, сними ролик в своей манере и просто обратись слушателями, там, пускай там кто два, кто три рубля даст. Потому что мы сегодня общались это с переводчиками, это мы выбрали Харьков, потому что в других городах, получается, там дороговато выходит, а в Харькове почему-то относительно цены приемлемые. Вот, ну, мы как с ним блогеры такие классические, знаете, как вот ходили с комарохи по Руси и за копеечку это песняки слагали. Так вот мы с Серегой это тоже такие вот сказители, которые, да. Вы сделаете даже больше, вы не только для американцев это делаете, вы для всего, скажем так, ЕСНГ мира это все же делаете. Правильно, да. Да, это могу предположить, что в большом процентном соотношении вопрос сотовой земли, которая, по сути, является достоверной, у них не затравуется. Они сейчас, скорее всего, спорят по-прежнему плоская, космический корабль у нас, земля, или полая, и так далее. Ну, предполагаю, что... Да. Больше акцент на то, чтобы люди не топтались на них. В конференциях, ой, вы знаете, вот у меня вот здоровую критику использует в беседах Сережа Тарасов. Он говорит, ты порой не собранный, там, не сосредоточенный. А я пытаюсь Сереже объяснить. Ты пойми, если я стану тем, каким от меня люди требуют, Вячеслав Котляров исчезнет. Только потому, что Вячеслав Котляров вот именно вот такой, в общем плане, не организованный, только потому была это, скажем так, дана возможность именно мне озвучить. Потому что четким прагматиком, там, аналитиком и корифеем официальных наук, вот я с Рыбником общался, я ж с ним хотел же, это ж благодаря вот Алмазу, спасибо, Алмаз, это он нас, скажем так, это сосватал. Вот, и я ж надеялся, что физик просто переложит на современный земной ячеечный язык те вещи, которые я озвучу. Но это железобетонная стена, и просто надо искать физика, который смог именно земными мерками доказать это. Вот я сейчас, кстати, ухожу от тем, что... Так, а, вот что я хочу сказать. Поэтому от меня вообще добиваться, чтобы я что-то там выстраивал в четкую грамотную позицию невозможно. Если будут люди, которые просто будут переводить мой язык на удобоваримую форму, вот как мы с Сергеем Тарасом сделали, это будет замечательно. Но есть еще, кстати, категория людей, которые пишут в ВКонтакте, что даже положительно относятся и к такой подаче. Вот даже много писем ты, Слава, просто говори. Настя, просто интересно слушать. Все. То есть там вообще люди не заморачиваются там. А, вот, кстати, Алмаз же сильный физик, да. Извини. Да, не прошло. Благодарю, Алмаз, благодарю. Да, если все построено из электричества, Юрий Степанович, я не наехал в пунктурную, как бы не наехал, но подгрузки. Ну, я понял, фигура речи сейчас выбрана. Электрическое поле на Земле состоит из вот этого системы защитного. Вот когда идет солнце, происходит волна, удары. Вот эти наши шарики электрические, они между собой уплотняются в хиробе. А почему вы не думаете, что круглые шарики при большом атмосферном давлении может создаться именно вот такой шестиграник? Алмаз, рекламная пауза, я тебе отлично сейчас дополню. Мне ролик сегодня скинули минутный. На базаре продавец меда показывает большой толпе зрителей, берет, наливает мыску меда, наливает туда воды, начинает мыску болтыхать. И удивительно, мед на глазах превращается в соты. Показать обещано? Да, интересно, интересно. На каком меду, мои дорогие? Ну, на греха. Пару ложек меда. Водичка есть с собой у кого-нибудь? Ой. Единственное, давайте все выйдем из-под навеса, чтобы савиться все, помните? Сот. Ну, я не директор цирка, друзья мои. Структура сот, то, в чем мед хранится в природе. Я, кстати, вот так вот проверяю, где смонимет или... Надо ролик найти мне этот. Похожен на ложку, ну, посмотрел, похоже на ложку чуть-чуть сделать и нагреть. Ну, зажигалось, и там нагревать снизу, и то, ну, солото образуется. Давайте, как я его загадил, Вячеславу заговорить. Да ладно, я вас послушаю. Сусливо. Не, вы знаете, я проснулся 30 минут назад, увидел доверительную беседу и решил присоединиться. Такое теплое название. Что именно так это? Не, ролик, он минуту-полторы идет. Просто мне много сейчас роликов кидает. Я его просто посмотрел. Не хочется перебивать, просто уточнить. Кто-нибудь для подстраховки еще беседу записывает? Мне хочется подкорректировать и не хочется перебивать насчет рун. Руны мы не в состоянии изучить. Почему? Потому что руна, раньше, когда руны настоящие, которые писались, там имелось даже... Очень важно, насколько они вдавлены, допустим, в камень. То есть, одна и та же визуально для нас руна могла от зависимости под каким углом. То есть, представляете, насколько мы сейчас деградировали по отношению к нашим предкам. Мозг у нас не работает, что мы не умеем эти руны... Мы как бы не хотели, это знаете, нам сейчас сделали стилизацию рун под буквицу. Но руны так не считаются. Руны, это одна руна, это как вы, допустим, посмотрите на компьютере 3D какую-нибудь картинку, покрутите глобус. Вот руна, это каждая руна, это 3D-картинка, которую мы не видим. Поэтому не стоит изучать руны, лучше изучать Андрея Ивашко. Это сейчас самый сильнейший по буквице. Да-да-да, согласен. Уже на что? Алмаз, но буквы Ю не было еще 200 лет назад. Нашей буквице буквы Ю не было. Ну да, не будем цепляться. Хороший, я согласен. Не будем цепляться. Знаете, как на украинской мове колдун? Чак-лун. И так далее, и Андрей Ивашкин, и так далее. Да, и куну, боже. Алмаз, а то забуду. Вот, если не ошибаюсь, то ли Александр Кеневич предположил, то ли, как же, Леонид, ну, Космогония. Так вот, он кто-то из них предположил, что... Ну, они даже не за предположение выдают, а говорят, что так и есть. Когда в Индию пришли наши предки, они, индусы типа, те спросили, а вы откуда? А они говорят, мы с Омска. И поэтому они... Можно я дополню? Дело в том, что одни и те же слова и одни и те же моменты на протяжении веков мы называли другими словами и вкладывали в другой смысл. И у нас сейчас получается буквально программный сбой. Родовая память помнит, что этот предмет называется именно так, но мы почему-то вслух его называем по-другому. И поэтому у нас происходит внутренний этот, как бы так выразиться, развал схождения. Ну неплохо. Ну как бы говорить я не умею, но если я слышу речь, я в принципе могу перевести. Иногда даже прикалываюсь, говорю, не все, допустим, могут перевести фразу, то есть они слышат и у них уши заворачиваются. Они даже понятия не имеют, что я сказал. Я хотел бы так это, энциклопедические свои познания насчет языков. Кстати, в украинском языке сохранилось слово, сейчас я попробую максимально деликатно сказать, то есть самые близкие вопросы характера между мужчиной и женщиной мы знаем либо научный термин, либо ругательные формы, либо как вот в американских боевиках. А именно слово, которое как наши предки это называли, этот вопрос и такого личного характера, мало кто знает. И вот в украинском языке сохранилось это слово, просто ему значения не придают. Вот мне сейчас поможет Александр, если я не ошибаюсь, а я уже дополню. Вот как на украинском произносится любовь? Коханье. Правильно, коханье. А теперь смотрите, в этом слове, то, что я вперед сказал, коханье это к охам и к ахам. Кохаю. К охам и к ахам. А хотите тогда еще, это если вам понравилось, извиняюсь Алма, что я перебиваю. Вообще, как бы слова изучать, это я сам отдельно изучаю, их получает это удовольствие. Есть такой термин подкаблучник, да, но многие не понимают его истинного значения, пока столкнутся с современным украинским языком. Вот сейчас я, кто украинский язык тут знает в эфире, кто может сказать, как на украинском обручальное кольцо? Не знаю. Не знаете, да? А? Ну, в общем, не знаете, можно озвучивать, да? Да. На украинском языке обручальное кольцо называется каблучка. 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 И когда обручились, стал как бы мужчина под каблучкой, под каблуком. То есть мы-то думаем, как принято, каблук имеем в виду обувь, а на самом деле, что это кольцо каблучка. Поэтому подкаблучник. То есть уже женатый имеется в виду. То есть подмена понятий происходит. А, кстати, каблук и каблучка это слово одного корня. Кабала, что она же появилась, как я говорю, куда ни ткни, везде наши солярные символы и везде наша речь. А, кстати, Слав, я хотел спросить, не вообще надолго сейчас в нашем разговоре? Ну, настолько доверительная беседа, что я вот на данную секунду... Я просто, знаете, как всегда говорю, что если будет свет, интернет и, как говорится, здоровье, то буду максимально долго, сколько будет позволять это... Внешний фактор. И по собственному желанию я хочу как можно дольше это... Алмаз, звони. Как назовешь корабль, так и послывешь. С ней больше тебя именовывать. Вопрос, можно, Слав? Да, да. Вот в одном из видеороликов ты там Тревашова упоминаешь. Говоришь, что он оставил три волны диапазона, там, знания. Ну, что это значит? Ты считываешь с первой волны. Как? Бессознательно, осознанно, или как это современный термин есть? Это нету такого в общепринятом плане, как мы себе привыкли. Это, если я могу сравнить, допустим, нашими мерками, это как нам мысли приходят. Левашов, он, по всей видимости, предполагал, что будут его считывать, поэтому... Он, знаете, как вот радиоприемник, там, у них несколько волн. Поэтому Левашов, он настраивался на три волны. Вот верхние, более высокие, я их слышу, но я не понимаю. А вот эту самую нижнюю, самую доступную, причем там она даже больше не информационная, он там заложил термины. Дело в том, что, знаете, как я всегда привожу пример, почему мне было сложно по-прежнему, допустим, называть те вещи, которые, допустим, мне известны. Пошел, допустим, человек сейчас в Африку и показал какому-нибудь негру компьютер и сказал, как ты его назовешь. Вот у меня та же ситуация, то есть я вижу постоянно, сталкиваюсь с большим количеством знаний, приборов там и всевозможных, назовем их, техногенных устройств, но как их назвать, у меня пока нету возможности. Поэтому я все вот это время изучал на протяжении 7 лет, я слушал лекции, огромное количество нам известных лекторов, их там около 20, каждые сутки где-то по 6-8 часов, каждый день. Я от них набирался терминологии, потому что я знал, я видел, понимал, а как это озвучить я не мог, поэтому Левашов, когда при жизни общался, ну, кстати, он и сейчас живой, он сейчас шарится в других ячейках и, в принципе, тем же самым занимается. Вот, я не шучу. Да, я тоже знаю. Кстати, у меня тоже, как бы, терминная проблема, но у меня также еще проблемы с образами. Вот у тебя как с образами? Вот единственное, что образы, это у меня конек, я с образами вообще никаких проблем нет. Дело в том, что один из самых популярных вопросов, их много, вопросов, как подключиться к информационному полю. Я давал в своих роликах очень много практичных советов, но всегда умалчивал об одном. Он настолько деликатный, я понимаю, что он в наших реалиях для многих мужчин невозможен, поэтому я его обходил всегда стороной. Но сейчас я озвучу, я имею в виду наши волосы, космы, подключение к космосу. У меня, если вы видели, волосы по всей спине идут. То есть они у меня, как говорится, по всему позвоночнику. Вот. А это одно из важных. Наши шпретки, не стригите, волосы разные. Пять секунд, пять секунд, прошу прощения, Вячеслав. Как раз волос, я парикмахер, махер. Вы что, попробовали, по-моему? Здорово. Один к одному. Антенны равно волосы. Вот почему... Можно выбрать мой стиль. Значит, что я делаю? У меня волосы длинные только на затылочной части. По бокам и сверху, и спереди у меня практически всегда очень коротко. А начиная где-то с середины головы идут космы. То есть у меня по бокам очень аккуратненько. Казаки, допустим, знали это, поэтому чуб оставляли, потому что понимали, что это важная антенна. Монахи, правильные монахи монастыря Шаолинь, вы видели, у них полностью лысина выбрито, а сзади коса, краса, длинная коса. Виделишь, наверное. Ну вот, самураи, хорошее слово, когда были воины великие, и у них спрашивали, ты откуда? Он говорил, самурая. И осталось самурай. Это наши предки на самом деле были, самура. А потом слово появилось, самурай. С китайцами это вообще хорошо Сергей Данилов рассказывает. Я думаю, может после того, что стран нету, сказать, как Сергей Данилов сказал, что на самом деле мы китайцы. Чтобы вообще уже все это с ума сошли. Последнее открытие. Ну, Данилов еще пять лет назад его расшифровал, это слово, не пять, наверное, года три назад. Это вообще китайцы, на самом деле мы можем себя называть китайцами. Я понимаю, это режет ухо и мозг, но если знать этимологию слова Китай, то все становится на свои места. Китай, да? Кий это, скажем так, вот как вот в некоторых городах Китай город пооставался. Значит, Та это высшая точка, а Кий это забор. Вот отсюда, кстати, и китайская стена. И те, кто жил у китайской стены, наши предки, они назывались китайцами. Вот. Ну это, а вообще Данилов еще дальше разбирает. Он потом идет, он еще глубже, глубже, глубже. Это поверхность. В Великом Спасе сказано, что народы с Манчжурии, Чиная, Арима, так называемые, мы по недоразумению сейчас называем китайцами. Они не китайцы, китайцы это мы. То есть, о чем идет речь? Ки, Тай. То есть, в двух столицах есть Китай город. Как перевести? Тай это окончание, а Кий это шеста. То есть, это высшая точка ограждения Гарда, Града, города. То, что вот называлось. Либо это те, кто находится ближе всего к Богу. То есть, мы свое первородство, свое самоназвание китайцы взяли и передали чинайцам, хинайцам. То есть, они себя называют там Хина, Чина, как угодно. Но только же не китайцами. Они же даже не знают, что они китайцы. Они знают, что китайцы это мы. А китайцы, между прочим, не знают, что они китайцы. Они себя читают чинайцами. А китайцами они нас называют. Да. Они вообще понятия не имеют, что они китайцы. Точно так же, как к монголам пришла советская власть. И говорят, ооо, это ж вы, это ханы-баты, захватчики, вы монголы. А те такие в шоке. И они не знали, что они монголы. Ну, хорошо. Они там им рупии дали. Будем монголами, будем захватчиками. Хорошо. И дальше погнали. Да. Это, как бы наша речь была бы не покалечена, она все равно нас спасает. Если сравнить с программным кодом, вот программа, допустим, поражена вирусом, но она еще, скажем так, с трудом работает. Вот наша речь, хоть сильно искажена, но она еще чуть-чуть продолжает функционировать. Раскрывает родовую память. Ну, вот я вот и пытался славянские языки современные изучить. И вот, насколько я вот говорил и повторюсь, что вот сербский язык, получается, больше сохранил про славянскую речь. Потому что... На секундочку хочу перебить, многие классические лекторы почему-то сильно уверены, что они знают. Вот я, допустим, я догадываюсь только, что я знаю. Потому что я могу принимать информацию, а другие лекторы, они как бы железобетонные. Им невозможно новую информацию дать, они не гибкие. Вот я как плюмбум. Я могу принимать любую информацию. А это называется ограничение шлакбаум. Я ввожу новый термин уже давно, мерды. Евреи-то мы, мы жиды, жизнь дающие. И вот откуда появилось слово «зритоголовый». Это ж я в одной из своих скандинавов сообщаю, откуда они появились. Да, да, все правильно, так оно и есть. Мне тоже скажу, а ему взяли запретили поверить в вас? Что интересно? А там еще и не только поэтому запретили. Там бы мы нашли бы еще кучу примесей в ДНК рептилоидов и всяких серых. Голубые, какая же шляха бы об этом говорить? Голубые короли, да? Шляха бы остынет про это. Вот рекомендую. Я понимаю, что дядю Толю не каждый из вас выдержит, но вот это, он последнее его выступление, он просто в ударе был. Это он просто выдавал столько информации. Я вообще в восторге был. Ну, жалко, Сережа хочет с ним эфир сделать, я говорю, ну дядя Толя не выйдет в скайп. Это, я не знаю, было бы, конечно, здорово, чтобы про этого человека узнали. Я пытался на него выйти, не смог, не находит никак. Ну, что, у него есть два сайта своих, он там переписывается всегда с людьми, общается. Я больше живой разговариваю. Не, я понял, но в голос его невозможно вывести. Вот это я его ролик монтирую, потому что для моего канала, он, во-первых, вообще не будет в формате моего канала, а если я его в чистом виде выложу, это вообще будет дурдом. Поэтому я вот сегодня где-то полдня резал его, выкидывал много того, что выходит за рамки. Вот, поэтому рекомендую. Ну, вообще, в принципе, для продвинутых там ничего нового, в принципе, потому что люди, те, которые уже более-менее в той или иной мере подкованы информацией, конечно, дядя Толя нового ничего не откроет. А те люди, которые задаются вопросами, почему мы такие умные, а живем так плохо, вот он четко открывает. Он единственный лектор, который говорит то, что ни один, я вообще предполагаю, может это громко звучит, но ни один в нашей ячейке, кроме дяди Толи, не говорит истинное положение вещей. Юрий Степанович тоже говорил, знаешь? И еще и Юрий Степанович говорит, но дядя Толя он круче. Юрий Степанович же не говорит про... Не называем национальности, идем на поводу у темных. Мы либо белорозовые, либо серые, поэтому мы белорозовые. Юрий Степанович, как бы хотел задать? Как-то это все у нас понимаете? Там вопрос, кто желает, кто-то. Юрий Степанович, как-то самая... Алмаз, хочет про консульт... спросить? Вопрос человек хочет задать. Вот, Юрий Степанович, как ты ее сказал, что мы говорили о благополучии, вот ты как сам питаешь? Вот инструмент деньги, как инструмент, он для чего? А сейчас кто бы сказал это? Иван. Дима Линь. Ну, видите, темные нам дали костыли, которыми мы пользуемся. А у наших предков всегда был бартер. И мы попали в кабалу. Нет, нет, как инструмент сейчас. Сходя на бумаге. Да как... не могу понять. Я могу классическими фразами говорить, а не могу поймать... Нет, вот Степан, вот, Юрий Степанович, мы нас слышали, что деньги, это инструмент, чтобы сделать для нас рабов и так далее. Ну да. Да, я ж только что сказал, чтобы из нас делать рабов, у нас забрали бартер. То есть у нас был очень грамотный бартер. И, между прочим, буквица у нас изначально служила для математических расчетов. Для письменности наши предки совсем другую, скажем так, другой алфавит использовали. Поэтому темные знали прекрасно. Хорошо вот дядя Толя приводит пример с обезьянками-капуцинами. Когда их попытались на деньги перевести, небольшую группу обезьян, там 20, дали зелененькие такие жетончики и научили, там, положит обезьянка квадратик, там, треугольничек, получит жетончик. Потом за этот жетончик она может бананчик получить. И вот мирные капуцины, у которых еще денег не было, через неделю у них началось и грабежи, и насилие, там, и разврат, там, и там чуть ли не до убийства не доходило, там. И, короче, вот они просто с ума сходили. Когда они видели эти зеленые жетончики, они там... И нападение на банк было, то есть, там, бежали отдельно, коробка с жетонами, там, один вырвался, там, капуцин, там, схватил эту коробку с жетонами, там, убегать начал. И, по-моему, даже подъехали. Может быть. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе.